С положительными мыслями, с положительными эмоциями, с большим настроем на работу. Все хорошее. Берем с прошлого года, поэтому и настрой положительный. Все нормально пока. Из тех, кто проверяли, сегодняшняя часть была, вроде бы все сухие, еще не хватает. Ну, первую часть мы тренируемся здесь, в Днепре. Будет прекрасная погода стоит, поэтому тут вообще вопрос стоит, стоит ли ехать в Турцию. Будем тренироваться здесь, на поле до 20-го числа. 21-го мы вылетаем в Турцию и пробудем там до 2-го. Из запланированных есть пока 4 игры и, возможно, будет пятая игра из противников. С теми, которые подписали контракт, это уже Аустрия, это Ягелония, Сигма-Аламоус и сербский клуб. Игры будут 24-го, 27-го, 30-го и 1-го. Ну да, здесь грех жаловаться. Клуб проделал огромную работу на рынке. И те люди, которых мы подписали, и те люди, которые, возможно, подпишут, мне кажется, это очень качественное усиление для, ну, во-первых, все проверенные украинским чемпионатом, тех, кого мы видим. Здесь игроки очень опытные, игроки, которые были и у нас в команде в том числе, поэтому здесь мы очень довольны проделанной работой. Нового вратаря на эту часть сезона мы не ищем. Игрой вратаря мы, в принципе, довольны, хотя мы понимаем, что были игры, где были допущены ошибки, но, мне кажется, в принципе, Валера ровно провел сезон. Нам, прежде всего, нужно стабилизировать игру, нам нужно сделать качественный скачок в игре. Посмотрим противники, которые остались нам последние четыре игры первой части чемпионата. Это очень хорошее, это два наших гранда, где будет возможность проверить себя, насколько мы конкурентны в игре с ними, а в какую бы шестерку мы не попали, там есть возможность побороться за игры, плей-офф, и, ну, вот такую вот мини-задачу можно поставить. Скажите, а вот Клейтон Тейлор, была информация, что может посидеться в Минифро, это соответствует действительности, переговоры ведутся? Да, это соответствует действительности эта информация, и, мне кажется, переговоры там уже на стадии завершения.